Итак, мы открываем первую страницу рукописи, делаем коррекцию уровня, это стандартная операция. Сейчас мы видим состояние рукописи на момент сканирования. Применяем фильтр Black & White, он позволяет нам регулировать контраст цветов. Мы высвечиваем полностью красные и жёлтые оттенки, опускаем синие и фиолетовые, и получаем какой-то контраст более значимый между чернилами и бумагой. Но мы также видим, что у нас появились слишком тёмные, слишком светлые пятна, мы это пробуем компенсировать с помощью фильтра High Pass. На данном этапе рукопись наша читается гораздо лучше, чем цветное изображение. Но нам всё ещё мешают множество артефактов, вызванных протёкшими чернилами с обратной стороны листа, поэтому мы открываем нашу обратную сторону листа, точно так же применяем коррекцию уровней и делаем такой трюк. Мы накладываем обратную сторону листа поверх нашей первой страницы и пытаемся максимально точно совместить их попиксельно. Точно здесь очень значимый параметр, поэтому мы ищем точки, которые видны на обеих страницах, то есть они сквозные. Вот, например, мы возьмём эту точку, попробуем её совместить так, чтобы у нас изображение не прыгало, когда мы включаем и отключаем верхний слой. На данном этапе верхняя точка у нас совпала, теперь нам нужно найти какую-нибудь следующую точку внизу. Вот ещё раз проверили, более-менее ничего. Так, вот это у нас точка внизу, точка у нас прыгает. Сейчас мы поставим центр вращения и... То есть мы зафиксировали как бы эту точку, она никуда не будет двигаться, когда мы будем применять трансформацию к верхнему слою. Сейчас мы пробуем немного вращать. Прозрачность мы чуть уменьшили, теперь мы точно видим, где нижняя, где верхняя точка. Вот угол мы подобрали и чуть-чуть уменьшим масштаб на 29,9%. Ещё раз посмотрим угол. Ну вот более-менее у нас два листа были скорректированы как по повороту, так и по масштабу. И, в общем-то, будем считать, что они наложены довольно точно. Теперь следующий трюк. Мы должны инвертировать цвета верхнего слоя, задать прозрачность в 50% и применить фильтр размытия, который позволит нам симулировать естественное растекание чернил. Попробуем подобрать радиус размытия. Ну, допустим, такой. Теперь же, когда мы снова применим фильтр Black & White, мы увидим совсем другую картину с гораздо меньшими артефактами. Ещё раз попробуем отрегулировать параметры фильтра Black & White. Немножко текст с обратной стороны проглядывает. Попробуем немножко ещё раз поменять. Радиус размытия. Вот где-то так. Вообще, такой способ должен давать какие-то результаты всегда. Используя данный подход, вы, как правило, можете получить какие-то результаты, как правило, всегда. Но в нашем случае результат был очень хороший.